Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков САКСа. Меня зовут Игорь Суздальцев, это Интерстрим Инвестор и Трейд ТВ. Сегодня 8 июня 2021 года. Давайте вместе посмотрим, что интересного есть на рынке. И посмотрим, естественно, состояние дел на рынке ценных бумаг Европы. Поскольку в рамках этого часа мы в основном и уделяем этому внимание, я считаю, что рынок европейский фондовый недооценен. И с учетом того, что непонятные события нас ждут после встречи президента России и США в Женеве 16 июня, Я думаю, что для американского рынка акций это новость для тех людей, россиян, кто торгует на американском рынке акций. Это будет новость негативная. И отток российских денег из Америки, скорее всего, усилится. Вот куда он пойдет? Часть людей, я уверен, поведут деньги в Россию, но часть поведут в Европу по самым разным причинам. Поэтому, на мой взгляд, вот эта идея развития торговли на рынке европейских ценных бумаг является одной из основных идей нашего времени. Ну что, давайте посмотрим, как можно поторговать на этом рынке. Под главным экраном есть баннер «Обзор рынка САКСа». Нажимаем на него, попадаем на страничку «Обзоры рынка САКСа Банка Дания». И здесь мы видим, что постоянно идут обзоры. Например, на 10 июня выступит Джон Харди, новости по рынку Форекс. На 15 июня, это будет 10 июня в 16.00. 15 июня в 14.00 выступит Ким Краймер Ларсон с теханализом, последними новостями. 24 июня выступит Оле Хансен, новости с сериевых рынков и так далее. Поэтому, друзья, настраиваемся, участвуем, зарабатываем вместе с аналитикой САКСа Банка. Мы для этого сюда и собрались. Ну что, давайте посмотрим на платформу САКСа Трейдер Гоу, на которой я и торгую. И рассматриваю, анализирую европейские ценные акции. Прежде всего, давайте... Да, я на сегодня уже основную идею для себя выбрал. Но давайте посмотрим сначала вчерашние новости. Что у нас? Вчера мы приобрели акцию ECFD Siemens. Пока еще в легком минусе, в плюс еще не зашли. Ранее мы приобрели акцию AstraZeneca. Ну, Siemens, понятно, глобальный электротехнический концерн. AstraZeneca, биофармацевтическая компания, в том числе производитель вакцины от коронавируса. БАЗ, огромный химический концерн. Все пока еще в минусе у нас. Рынок, видим, что рынок пока европейский не растет. Луи Витон, друзья, тоже пока в минусе. И, конечно, это вызывает легкое чувство тревоги. Но, друзья, тут надо определяться, или мы выбираем крупные, известные компании, которые, так сказать, в которые верим в их рост. Или просто уходим на какие-то другие рынки, может быть, даже спекулятивные, и просто не занимаемся вот этим направлением акций. Или, ну, вообще все, что связано с фондовым рынком. Друзья, а я предлагаю посмотреть сейчас, какие инструменты есть, связанные с Airbus. Airbus – это крупнейший производитель авиационной техники. Конкурирует с Боингом. Производит, причем, пассажирские, грузовые, транспортные, такие грузопассажирские, скажем так. Все виды авиационной техники у них присутствуют. Вот я вижу, что у Airbus'а есть CFD, есть акции, есть биржевой опцион. Ну, поскольку территориальный Airbus находится во Франции, то у него такое обозначение SE. Давайте поторгуем CFD, контракт на разницу. Торгуется он на Euronex в Париже. И давайте рассмотрим этот инструмент. Еще раз говорю, хотя по основным, по инструментам, которые мы уже приобрели, мы находимся или в боковике, или в легком минусе, я считаю, что рассматривать вопрос на покупку фондового рынка вполне себе можно. Так или иначе, пандемия проходит, так или иначе, люди начинают работать, летать, возвращаются к жизни нормальной. Ну, если не в этом году, то в следующем это произойдет, я даже не сомневаюсь. Давайте посмотрим годовой график. Нет, вот за пять лет, да? Был провал в 2020 году, и мы сейчас из него выходим. Но явный тренд на подъем, без сомнения. Годовой график, видим, однозначный рост. Месяц, прекрасный рост. Неделя уже в плюсовая, ну, тоже такая лонговая. И день, дневной график. Подросли, подросли, чуть присели. И, может быть, как раз самое время для нас приобрести 1166 текущая цена Airbus'а. Напомню, что Airbus производит много новых моделей. Много по авиационным меркам, да, скажем так. Ну, скажем, его модель последних лет, 330, не очень успешно конкурирует с американским, боинговским Dreamliner'ом. Это Boeing 7, какая? Друзья, Dreamliner какая? У него модификация 777, нет, 787, по-моему, да? Вот, поэтому Neo с Dreamliner'ом, я считаю, так сказать, вполне конкурентно. Ну, и другие модели. 380, естественно, классическая модель пользуется большой популярностью. Поэтому, на мой взгляд, рисковать, покупать американскую... Сори, вот насколько американская фонда въелась прямо в голову, что даже сейчас я имел в виду европейскую фонду, сказал американскую. Я считаю, что надо начать это движение. И вот в рамках интродейной такой торговли я вижу, что можно прямо сейчас покупать. И я предпочитаю в данном случае приобрести CFD Airbus, потому что я дивидендную историю, так сказать, не рассматриваю. Чисто сделка спекулятивная. Давайте по рынку покупка. Одну акцию. Значит, у нас ценник 1.111. Ну, я даже не знаю. Давайте мы сейчас посмотрим под Take Profit. Мы сможем добавить потом. Ну, а сейчас давайте нажмем установить ордер. Окей. И мы с вами стали счастливыми обладателями CFD на акцию контракта на разницу, на акцию Airbus. Это французский авиастроительный концерн. Один из ведущих в мире. Так что смотрим внимательно за тем, что будет происходить дальше. А Take Profit мы сейчас давайте поставим, посмотрим. Недельный график. Где мы были на хаях? На год давайте посмотрим. 111.80. Ну, так-то невысоко. За пять лет были мы на хаях 135. Вот даже, да, где-то. Вот. Да, вот я смотрю. 136.78. Ну, это было до пандемии. На пандемии, понятно, мы провалились. Заказов стало меньше. Давайте поставим что-то пореальнее, скажем так. Так, допустим, на годовом графике. Давайте посмотрим. Ничего нам годовой график не дает, а трехлетний. Да нет, тут можно, конечно, ставить 136, имея в виду возвращение на хаи. Вот. Ну, как-то это сильновато. 10% это будет 121. Да, 5%. Ну, грубо говоря, 5% добавить, это будет 116. Тоже немало, конечно. А давайте, кстати говоря, 5% добавим. Коллеги, кто считает потенциал роста Airbus какой? Давайте поставим Take Profit вместе. Air, можете пробить, дать мне вашу точку зрения. И мы сейчас вместе с вами поставим Take Profit. Так. Так. А, Take Profit надо ставить вот здесь. Добавить. Коллеги, какие мысли? Куда добавляем? 116.00 ставим. 136.7. Блин, это вы на хаи ставите. Хаи прошлого года. Ну, с другой стороны, почему нет? Раз коллеги верят в такой потенциал, Санжин и Шумоку зря не скажут. Давайте поставим 136.70. Какой Take Profit установить ордер? Подтверждение. Ну, такие мы серьезно, ребята. На 35% Take Profit поставили, и все. И пусть рынок решает эту проблему. Наша задача поставить Take Profit, это задача рынка дотолкать на ситуацию туда. Сильные мы парни, конечно, серьезные. Ну, никто как бы по-другому не ожидал никаких действий. Санжин и Шумоку пишут. Мы же не на два часа ставим, никуда не денется. Ну, согласен. Тем более, что мы-то в любой момент, естественно, видя нормальную прибыль, можем закрыться в любой момент. Это нам никто не запретит. И не воспрепятствует этому. Ну, давайте посмотрим. Intraday. Ну, вот на некоторые просадки, Intraday мы взяли. Как бы логика. Некоторая присутствует. Ну, а дальше посмотрим. Вот так, друзья, выглядит сегодняшняя идея по вхождению в рынок... Сейчас, секундочку. По вхождению в европейский фондовый интекс сегодня я выбрал Севди, поскольку меня никакая дивидендная история не интересует. Север пишет. Удачи, счастливый обладатель. А-а-а. Сейчас узнаем. Это он нас троллит. Ну, а что вы? На часовом графике нас троллите. Мы вон поставили take profit на 35% от текущей. Э-э-э, север. Это не серьезно, друзья. Давайте посмотрим. Airbus Group. С.И. Франция. Часовой график. И вот север видит, что... Значит, уперлись мы на часовом графике в верхнюю границу восходящего тренда. И он считает, что нас могут теперь опрокинуть с этого уровня. И тонко намекает, что наша покупка станет ценой сопротивления. И что мы типа купили на хаях. Вот на что намекает он. Ну, не знаю. Ну, часовой график, скажем так, все-таки для нашего масштаба малова. Я считаю, что мы пробьем и двинемся наверх. Все, друзья. Поэтому, если кто-то, у кого-то есть идеи по европейскому рынку, мы можем покупать акции и CFD. Вот. А тот, кто хочет быть спикером, кстати говоря, в рамках эфира САКСа, обзор рынков САКСа, добро пожаловать. Пишите мне на minsobat.itrade.tv. И я с удовольствием дам вам слово. Выберем день. И в 13.00 будете выступать с обзором конкретный ваш день. То есть один человек раз в неделю, я считаю, будет очень интересно. Но это, конечно, для тех, кому интересны европейские рынки. Это могут быть и ценные бумаги, и акции, в данном случае, и CFD, и фьючерсы, и биржевые опционы. Все это есть, можно совершенно спокойно показывать. Естественно, торговать можно на всех рынках. Там все рынки представлены. Вот. И, ну, Forex, в том числе, естественно. Но вот мой интерес все-таки, ну, такой, скажем так, в центре внимания. Хотелось бы видеть обзор рынков европейских ценных бумаг, поскольку, на мой взгляд, они очень недооценены. И поэтому перспектива заработка на этом рынке, мне кажется, наибольшая. Спасибо, коллеги. Всем удачи. Спасибо. Спасибо.